Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, и я не планировал снимать это видео, но случилось то, о чем раньше все только предполагали. Гонконг одобрил спотовые биткоин-етфы. Это происходит. Местный регулятор одобрил заявки как минимум трех институциональных инвесторов и управляющих активами. China Asset Management, между прочим, один из крупнейших фондов Китая с активами на 271 миллиард долларов. Harvest Global Investments, Basira International и HashKey. Азия идет в криптовалютный рынок. Мы видим сражение между Китаем и США за превосходство в биткоине. Американские биткоин-етфы уже держат более 800 тысяч биткоинов. Гонконгские ETF-ы разблокируют 25 миллиардов спроса от Китая. Ставки сделаны, и они высокие. 25 миллиардов долларов? Этот рынок оценивается в 30 триллионов долларов. Вот сколько там денег. Кстати, это пророческое видео оказалось, которое было опубликовано 10 месяцев назад, и в котором говорилось, что для биткоина открывается рынок ETF в Китае. Пока что аналитики ожидают объемы в 5 миллиардов долларов в первые три месяца и 25 миллиардов долларов в перспективе. А теперь интересный нюанс. В отличие от Соединенных Штатов, где есть Grayscale с его бесконечными продажами после запуска спотового биткоин-етфа, ни в Гонконге, ни в Китае его нет. У них не будет крупного продавца, такого как Grayscale, у них нет GBTC. Поэтому мы можем рассчитывать на то, что таких серьезных оттоков, как у Grayscale в США, на этот раз не будет. И поэтому, скорее всего, нас будут ожидать притоки капитала в Гонконгские ETF-ы, особенно со стороны китайских инвесторов. По крайней мере, до тех пор, пока им не взбредет в голову фиксировать прибыли. Это тоже когда-нибудь, да и произойдет. На самом деле, спотовые ETF-ы теперь являются инструментом, который может иногда приводить к коррекциям цены на рынке. В любом случае, это будет не скоро, и рынок ETF в Гонконге и Китае гораздо больше, чем в Великобритании и где-либо, разве что кроме Соединенных Штатов Америки. Множество инвесторов в Китае пострадали от рынка недвижимости, того же Evergrande, который своей ликвидацией испортил многим перспективы на пенсию. Возможно, они захотят рискнуть и купить немного биткоина. Тем более, раз его запрещает правительство, наверное, это того стоит. Итого, спотовый биткоин ETF в Гонконге открывает двери в мир биткоина китайскому инвестору. Так почему же на такие большие новости биткоин отреагировал всего лишь ростом с 62 тысяч до 66 тысяч долларов, после чего сразу же опять обвалился? Не впечатляет же совсем. Помнишь, как проходило одобрение ETF? Оно выглядело точно так же. Краткосрочный памп и сразу же дамп. Почему это произошло? Потому что мы уже ожидали этого события. Еще вчера все говорили о том, что возможно 15 апреля Гонконг одобрит спотовые биткоин ETF. А во-вторых, розничные инвесторы покупали после того, как спотовый ETF в Гонконге был одобрен. Тем временем маркетмейкеры просто закрыли о них свои позиции. Таким образом и получился памп и дамп. Известный аналитик от Bloomberg Эрик Балчуна скомментирует это более сдержанно и реалистично. ETF одобрен, но пока не запущен. Листинг должен состояться на следующей неделе. Эмитенты гонконгских ETF по сравнению с BlackRock более мелкие рыбы. Крупные пока не в деле. Экосистема Гонконга менее ликвидна, чем в США, а значит будут спреды, расхождение и дисконты, скидки. Комиссии будут выше американских вплоть до 2%. Вывод. Включение других стран в гонку спотовых биткоин ETF без сомнения является дополнительным положительным фактором для рынка. Но это копейки по сравнению с могущественным рынком США. Что ж, вполне себе реалистичная оценка, но я позволю себе не согласиться с ним насчет последнего утверждения. Гонконг это не только сам город, это еще и массивный континентальный Китай за спиной, о чем я уже говорил. Что многие пропустили мимо ушей, говоря лишь о биткоине, так это то, что Гонконг, один из богатейших городов мира, одобрил не только спотовый биткоин ETF, но и спотовый эфириум ETF, чего до сих пор не сделали в США. Как ты помнишь, в США крайний срок принятия решения по спотовому эфириум ETF в конце мая. Поэтому это очень большие новости для эфириума и альткоинов. Спотовый эфириум ETF был принят в Гонконге быстрее, чем в США. А это, кстати, огромная реклама спотовых биткоин ETF в Гонконге. Многие из вас спрашивали о биткоин ETF в Гонконге. Что ж, посмотрите, прямо сейчас идет гигантская реклама биткоина, рассказывающая про ETF, который скоро появится в Гонконге. Они уделяют этому много внимания, потому что в конце концов, когда эти ETF запустятся, им нужно, чтобы люди покупали, верно? Поэтому все больше и больше рекламы, все больше и больше внимания. И Гонконг пытается стать центром ВЭП 3.0. Крупнейший федеральный банк Германии LBBW предложит услуги Кастодиана по хранению криптовалюты институциональным и корпоративным клиентам со второго квартала 2024-го. Германия начинает разрешать все большему количеству банков связываться с криптовалютами. Недавнее падение крипторынка было воспринято панически. Я же говорил, не переживайте, все хорошо. Падение рынку необходимо, чтобы остыть. И это падение сумело остудить, например, перекупленный RSI, который упал до отметок, которых мы не видели с тех пор, когда биткоин стоил 41 800 долларов. Кроме этого, цена биткоина в третий раз протестировала основную поддержку этого коридора, в котором она находится. Это очень важная поддержка, ведь если мы ее пробьем, то можем опуститься вот до этого диапазона цены около 54 000 долларов. Как раз там будет следующая существенная поддержка. Произойдет ли это? Если да, я буду только рад. Если нет, я тоже буду рад. Меня устроит любой вариант. Но посмотри на это. Коэффициент реализованной прибыли или убытка биткоина упал ниже единицы, что позволяет предположить, что инвесторы в настоящее время принимают больше убытков, чем прибыли. За последние 6 месяцев это уже случалось. Например, вот здесь, в марте, мы упали ниже единицы. Посмотри, что было с ценой биткоина тогда. Это было незадолго до того, как эта цена нашла локальное дно. Если это повторится, то и сейчас биткоин уже около локального дна. Пример нескольких войн и их влияния на рынки. Исторически мы наблюдали резкий спад на рынках, когда появлялись новости о войне. Покупка этих новостей всегда была самым мудрым шагом. By the Invasion. Так это называется. Несмотря на то, что в моменте может произойти большой крах цены, как мы видим здесь, 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 да везде. В ретроспективе это все равно будет считаться одной из самых лучших возможностей купить. И я нашел крупного игрока, который последовал этому принципу. Как мы видим, 15 апреля, то есть сегодня, он купил целый список криптовалют на 13,5 миллионов долларов. И все это он сделал на этом падении, когда все боялись покупать. Вот какие криптовалюты он купил. Сейчас на экране у тебя появится список криптовалют и суммы, на которые он их купил. А теперь предупреждение о том, что несмотря на принятие спотовых биткоин и эфириум ETF в Гонконге, рынок все еще способен продолжить коррекцию. Так индекс доллара по-прежнему выглядит побыще, так как демонстрирует восходящие минимумы. Смотри, этот минимум выше этого, этот выше этого и этот выше этого. Так что у доллара есть все шансы вырасти до этой красной линии на уровне 108 пунктов. Обычно, бычий доллар не является хорошим признаком для таких рынков, как биткоин, эфир или S&P 500. На данный момент доллар все еще ниже 108, однако закрытие выше 108 пунктов может привести к его взрыву еще выше в поисках нового сопротивления. Исторически сложилось так, что в 9 из 10 случаев восходящий тренд доллара приводил к снижению биткоина или как минимум к остановке его ралли. Вот почему важно следить за долларом и особенно за уровнем 108 пунктов. Далее аналитическая компания 10x Research предупреждает, что майнеры могут продать биткоины после халвинга. По мнению исследователя из 10x Research, майнеры биткоина могут оказать серьезное давление на биткоин в течение нескольких месяцев после халвинга. В отчете предполагается, что указанные майнеры на протяжении 4-6 месяцев могут продавать биткоин на сумму до 5 миллиардов долларов, что может привести к тому, что главная криптовалюта может провести все это время в боковом движении, в неком коридоре, где она будет касаться поддержки и сопротивления. Однако после этого, по мнению аналитиков, криптовалютный рынок ожидает рост еще больше, чем мы видели раньше. Так как продавцы ослабнут. Если посмотреть на предыдущий халвинг, мы видели, что после халвинга почти 6 месяцев цена колебалась в неком диапазоне. Некий коридор, где есть сопротивление и поддержка. Однако затем, спустя 6 месяцев после халвинга, начался параболический взрыв цены. Это совпадает с годами выборов в Соединенных Штатах. Приблизительно с марта и приблизительно до июля цены находились в боковом движении. И только потом мы видели большой рост рынка. На этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Если видео было интересным, не забудь поставить лайк, а также подписаться на канал. Здесь мы регулярно говорим о криптовалюте и экономике. Увидимся. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok